Но кто должен следить за детьми, пока родители на работе? Может, это все же могут делать сами мама и папа вместо няни? На портале инициатив Manobal.slv собраны необходимые для передачи в парламент 10 тысяч подписей за идею выделять финансирование для няни не только сертифицированным специалистам, но и родителям. Чтобы в случае, если малыш еще не попал в детский сад из-за очереди, присматривать за ним могли бы мама или папа. Ты уже большой? Какой ты большой? Вот такой. Такому большому Артуру совсем скоро исполнится полтора года. Время идти в детский сад. На детских площадках, наверное, это самая обсуждаемая тема. Это горшок и детский садик. Рассказывает мама Артура Александра. Но их очередь идти в Рижский детский сад еще не пришла. Обидно, что везде мы где-нибудь 13-й, 12-й. Это не астрономическая цифра, она вот-вот. Но мы понимаем, что до декабря 13 мест не освободится, поэтому это точно в следующем году. То есть на этот период с декабря по следующий набор надо как-то пережить в частном садике. Это один из вариантов решения проблемы. Второй — найти няню-ребенку. И как первый, так и второй вариант. СО финансирует столичное самоуправление. В разных краях суммы материальной помощи отличаются. В Марупе, например, можно претендовать на 200 евро. В Лепе сумма в два раза меньше — 100 евро. В Олайне — 286. В Риге — 145 евро — 22 цента. Максимальное число детей у одной няни — 5. По последним данным, за сентябрь в Риге средства с финансирования получили 423 няни. Все они в целом присматривали за 908 детьми. В год эта услуга столицы обходится в 2 миллиона евро. Но и няня должна быть официальная, которая внесена в регистр. А для этого у нее должно быть педагогическое образование или профессиональная квалификация, пройденные курсы первой помощи, а также статус индивидуального коммерсанта. Но почему бы не выделять эти деньги и родителям, если они сами готовы остаться с детьми дома? Так считают более 10 тысяч граждан Латвии, подписавшихся за идею на портале manobals.lv. Среди них была и Александра. Доводилось разговаривать с другими мамочками. Ну и в принципе для очень многих мам этот вопрос стоит острый. Многие просто приняли решение уйти с работы, потому что боятся отдавать своих детей, таких маленьких. Поддержка самоуправления особенно могла бы помочь тем родителям, которые решили работать на полставки, чтобы присматривать за малышом, считает Александра. Но сейчас важнее, что по этому поводу думают парламентарии. После того, как инициатива набирает 10 тысяч подписей, ее передают на рассмотрение в Сейм. Сначала вопросом занимается ответственная комиссия, а потом вопрос попадает и на пленарное заседание. Именно большинством голосов депутаты решат, получит ли эта идея свое продолжение в парламенте. Я определенно поддержу эту инициативу и ее продвижение в парламенте. И в комиссии будет очень важно обсудить, какое влияние эта идея окажет на бюджеты самоуправления. Как краткосрочную пожарную меру мы можем это воспринимать и даже утвердить в законе. Но в долгосрочную перспективу я бы хотел, чтобы самоуправление государства гарантировали бы дошкольные учреждения всем детям, которые пожелали там находиться. Когда инициатива может оказаться на рассмотрении у депутатов, пока неизвестно.